В МВД по Карачаево-Черкесии В МВД по Карачаево-Черкесии Один из вопросов повестки касался работы комиссии по посещению мест принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, задержанных лиц, лиц, подвергнутых административному аресту и утверждения списка участия членов Совета в личном приеме граждан руководства Министерства. В ходе заседания представители общественного совета также рассмотрели ряд вопросов, касающихся деятельности совета и предложений по улучшению взаимодействия между полицией и обществом. Дистанционные мошенники Как уберечься от них? Самое главное правило – прервать разговор с незнакомцем, рекомендуют полицейские. Какие действия предпринимать и как себя вести, рассказал начальник отдела обеспечения охраны общественного порядка МВД по Карачаево-Черкесии Шамиль Тахчуков. Уважаемые жители и гости Карачаево-Черкесии, у дистанционных мошенников нет какой-либо наиболее распространенной схемы, которую бы они использовали для обмана граждан. Преступники легко адаптируются под кризисные ситуации, стараясь нажиться над эмоциональным состоянием людей, основным из которых является страх и радость. Мошенники пугают своих жертв потерей денег. Например, якобы кто-то пытается взять на их имя кредит. Или старая, но, к сожалению, работающая схема, родственник попал в беду. Также преступники убеждают граждан вложить свои деньги в акции или криптовалюту. Для правдоподобности даже зачисляют небольшие, якобы заработанные деньги. Но радость от подобных дивидендов в дальнейшем омрачается потерей всех денег. Остается актуальное мошенничество при дистанционной купле-продаже. Помните, что отправляя предоплату за товар или услуги, вы рискуете потерять свои деньги. Во всех подобных случаях потерпевшие общаются, не удостоверившись, что их собеседники являются тем, кем они представляются. Это основная ошибка, которой и пользуются мошенники. Всю полученную в ходе общения с незнакомцами информацию необходимо проверять, советоваться с родными и близкими, прежде чем совершать какие-либо действия с финансами. Здесь же следует помнить, что злоумышленники научились поделывать не только документы, но и голоса, и даже видео. Если у вас есть даже малейшее подозрение, что вы разговариваете с мошенниками, прервите общение незамедлительно. Не стесняйтесь выглядеть грубыми, не поддавайтесь настойчивости преступников. В современном мире дистанционное общение с незнакомцами потенциально опасно. Мошенники могут постепенно собирать информацию, оказывать психологическое давление и на каком-то этапе обмануть и похитить ваши деньги. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с министром по делам молодежи Ибрагимом Татаркуловым. Он рассказал о впечатлениях участников делегации Карачаева Черкесии, которые представляли республику на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, самомасштабном молодежном событии в мире, которое прошло по указу президента России Владимира Путина. Ибрагим Татаркулов представил свое видение проведения Года молодежи в республике. По его словам, работа включает в себя несколько важных направлений по вовлечению молодежи в различные проекты, программы, а также развитие молодежной инфраструктуры. В Доме правительства состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Карачаева Черкесии. В рамках заседания обсуждались вопросы о состоянии работы по недопущению совершения преступлений в период отбытия строка наказания, совершенных несовершеннолетними осужденными без изоляции от общества. Также подняли вопрос профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, гибели детей на пожарах, водных объектах. Говорили и об итогах работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2023 год. Под председательством министра экономического развития республики Артура Езаова состоялось совещание Инвестиционного совета Карачаева Черкесии. На нем обсудили инвестиционный климат региона, рассказали о мерах государственной поддержки в этом направлении. В прошлом году по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова совместно с руководителями муниципальных образований региона уже была проведена большая работа по формированию инвестиционных паспортов населенных территорий, которые включают в себя наиболее полную характеристику каждого из них. Итогом стала генерация идей по вопросу повышения их инвест-привлекательности со стороны бизнеса и власти. Также разработали инвестиционную карту. В 2023 году был внедрен в регионе региональный инвестиционный стандарт. Это комплекс мер и механизмов поддержки инвестиционной деятельности, включающий в себя как нормативно-правовую базу, сформированную для поддержки и защиты прав и законных интересов инвесторов, так и включающая в себя разработку инвестиционной карты Карачао-Черкесской республики. Это интерактивная карта, на которой размещена информация о действующих инвестиционных площадках в регионе, о точках подключения к инженерной инфраструктуре, о том, какие полезные ископаемые есть у нас в регионе. Гостей из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и жителей Карачаева-Черкесии собрала 14-я церемония награждения в Доме Ислама Крымшамхалова в Тиберде. Медаль Исламбия Крымшамхалова – это старейшая общественная награда Карачаи-Балкарии и ежегодно присуждается по пяти номинациям – искусство, литература, наука, экономика, общественная деятельность – по тем сферам, где проявил себя князь Ислам Крымшамхалов – поэт, художник, энтузиаст народного просвещения. Он сделал невероятно много для развития литературной мысли и культуры Кавказа, и во стараниями во многих горных аулах были открыты начальные училища. Знаменательное мероприятие – 14-я церемония награждения медалью Исламбия Крымшамхалова. На протяжении 15 лет это мероприятие проходит под эгидой Карачаево-Черкесского государственного музея, Карачаево-Черкесского государственного университета и Карачаевского научного исследовательского института. За этот промежуток времени лауреатами медали Крымшамхалова стали достойные, известные в обществе люди. И сегодня мы собрались наградить таких же достойных, известных людей, которые внесли вклад в культуру, в искусство, в науку. И я надеюсь, что через год, через пять и через десять мы с вами в здравии в таком же составе сможем здесь встретиться и наградить еще достойных лауреатов. Всех благодарю за то, что нашли время здесь сегодня присутствовать. Значильная часть сегодняшней аудитории – наши старые знакомые, наши добрые коллеги, наши замечательные помощники. есть у нас сегодня и те, которые здесь впервые присутствуют. И для наших друзей, наших гостей, которые здесь впервые, я хотел бы лишь, с вашего позволения, обозначить несколько моментов. Первый момент, он касается того места, где мы сейчас находимся. Дом – это из усадьбы, усадьба включала себя этот дом, гостевой, сказать, и другой, где они жили, сейчас его нету, который принадлежал Хармшамхалову, исламу, Хасан Пашаевичу, сокращенно Пашаевичу говорим мы, известному деятелю Северного Кавказа. Биографию вы его можете подробнее ознакомиться по тем буклетам, которые рованы здесь. В свое время он входил в когорту тех, кто создавал этот курорт, самый высокогорный курорт Парашистской империи, который в 1883 году начинался, начинался, зачинался деятелями местной интеллигенции, местных служебных людей, местными военачальниками. Сегодня такая дата, большая, значительная. За эти годы можно было бы и какие-то найти недостатки в этой личности, и какие-то его общественные позиции, что-то. Но он был идеальный человек во всех ипостасях. Посмотри, как художник. Он начинал все с нуля. Не было для него никаких примеров профессионализма. Вот его роман «Там и здесь», о петербургской жизни и сравнении с тем, что у нас на Кавказе, это был первый карачаево-балкарский роман, отрывок из которого было напечатано. Но я что хочу сказать. Первая его публикация была сделана, я считаю, человеком мужественным, антологией карачаевской поэзии. Еще в 60-е годы, когда мы только вернулись, когда слово «Крымшамхалов» было под запретом. Потом вышла замечательнейшая книга Зинхары Буташевой. «Озарение души». Вот понимаете, это было озарение души самой Зинхары, так она вот и написала. В Доме печати прошла презентация шести книг известных писателей нашей республики. Мероприятие было организовано республиканским книжным издательством. На встрече писатели рассказали о созданных ими произведениях. С новыми литературными творениями познакомился и Алихан Лепшоков. Каждая написанная книга – это вклад в развитие литературы и языка народов Карачаева-Черкесии. Шесть новых литературных трудов, известных писателей, стали результатом слаженной работы коллектива республиканского книжного издательства. Сегодня для нас всех это знаковое событие, это праздник, когда выходит в свет новая книга наших известных авторов. Большая честь, конечно, присутствовать на таком мероприятии, говорить с авторами книг. Работая над созданием книг, раньше как-то я больше популяризировала литературу, а сейчас, когда создание книг, несколько чуть другая работа. И я хочу сказать, что приходится влезать в саму книгу, в саму сердцевину этой книги и смотреть, как она рождается. Рождение книги подобное рождению ребенка. Книга Базинского поэта, ведущего программы радиовещания ГТРК Карачаева-Черкесия, Хаджисмеля Аджбекова «Мгновение моего времени» состоит из стихов на родном языке. В здание вошли и поэтические переводы. Я, коротко, если сказать, свою жизнь показал как бы поэтическими строками. Ну и поэма Мухаммеда Агачева, это название говорит, кто является героем этой поэмы. Это сам художник. Вышел в свет и библиографический указатель, посвященный 100-летию народного поэта Азамата Сюинчева под авторством его дочери, доктора филологических наук Татьяны Чанкаевой. Я передала этот указатель, который первоначально имел основу, изданную в 1998 году московским издательством. Потом 25 лет пробиваться к издательству было невозможно. Презентовали на мероприятии патриотический сборник Магомеда и Рима Утемисова, куда вошли стихи и песни на ногайском языке. Интересным романом будет для читателя произведение Ольги Михайловой «Молот ведьм» оборотни Митрофаневского погоста. Литературный сборник черкесского поэта, председателя регионального отделения Союза журналистов России Увжукат Хагабсова позволит окунуться лирически и глубокий мир автора. И еще был представлен третий том собраний сочинений классика ногайской литературы народного писателя Карачаева-Черкесии Суюна Капаева. Каждому из писателей вручили их авторские экземпляры и пожелали творческого вдохновения. Алихалип Шоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева-Черкесия. Далее в нашем блоке программа «Сила права». Ее тема – состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования. С прокурорами встретилась наш корреспондент Белла Джозаева. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.